Всем привет! Сегодняшнее видео будет рум-тур нашей дачи. Там вон Стас вам передает привет. Вы уже долго ждали этого рум-тура. В общем, приехали сюда, ну, в первый раз. Первый раз, правда, были, когда смотрели покупать. Сейчас приехали первый раз сами, уже как на свою дачу. В общем, работа тут еще не початый край, но показываем, что тут есть. Такой вот рум-тур, потом что было до, и потом посмотрите, что будет после. Тут у нас сарайчики, ну, такой вот хозблок. Конечно, что-то перекосилось, надо тоже ремонтировать. Вон Стас запирает, отпирает, показывать. Там дальний туалет, но мы будем делать туалет в доме, поэтому там будем что-то думать. Либо достраивать дома, чтобы пока посмотрим. Вот, потом будет контент о том, как это все делать. Сейчас я вам просто покажу для ознакомления. Тут все завалено, все надо разбирать, но это, я думаю, тут потом будут храниться какие-нибудь грабли, лопаты. Надо будет половину вывозить отсюда. Да, просто смотрите, ребят, мы приехали, вот, выезжали, было плюс где-то 17 градусов. Мы думали, уберемся. Да, уберемся, и все, пошел дождь. Стало холодно. Да, и стало плюс 5, грубо говоря, то есть минус 10 градусов сразу же как с куста. Поэтому все желание пропало, пока чисто такая разведательная экспедиция, скажем так. Показываем вам, что купили. Тут летний дождь, тоже вот такой уже старенький. Сами хозяева сказали, что его надо переделывать. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Там леечки, наверху должен быть бак для воды, всякие крючочки. Ну, не знаем пока, что еще с этим будем делать. Перестроим, сделаем, неясно. В общем, как-то так. Сейчас еще Стас вон откроет третий вход. Получается, тут внутри там дверь, ну, не будем показывать, там туалет, яма. А тут вот всякие тоже работы непочатый край, надо все разбирать. Ну, в общем, тут инструменты как-то так. На участке все заросло. Тут вот надо тоже разгребать вот эти доски. Либо сжигать это все, либо вывозить. Сейчас это все мокрое, не знаю пока. Тут вот что-то типа компостной ямы. Тоже, скорее всего, будет потом убираться. Вот. Ну, это мусор все надо вывозить. Ну, естественно, отсортируем, посмотрим. Ну, да, вот. Ну, какие-то вот тут вот старые телевизоры, вот эти старые доски. Это понятно, что надо вывозить все дальше. Тут вот все заросло. Надо все это косить. Вон, у соседей уже все покошено. Тут, кстати, между соседями и нами забора нет. Будем ставить забор. Там вот у нас рабица, тоже будем что-то с забором менять. Вот такой вот у нас участок. Шесть соток. Там дальше, кстати, тоже соседи. У всех уже все покошено. Только у нас заросли. Но это мы в ближайшие выходные исправим. Купим триммер. И будем все это косить. Уже пора. В общем, так вот. И вот, собственно, сам дом. Теплица такая вот большая, хорошая. Единственное, что, конечно, надо ее помыть. Но сейчас идет дождь. Потом прямо из шланга я ее помою. И внутри она большая. Там я сделаю небольшие посадки. Большая светлая теплица. Вот тут бак для полива тоже есть. Все заросло, но покосить, в принципе, не проблема. А так я при росте 180. То есть стою еще сверху. У меня над головой полно места. Вот такая вот теплица. Теплая там. Окошко для проветривания. В общем, теплица суперская. Тут у нас свой колодец. Вот так вот он выполнен. Вода чистая. Ну, в общем-то. На удивление чистая. Хотя колодец не глубокий, но реально вода чистая. Есть. Отсюда у нас будем потом проводить воду в дом. Такая вот территория. Вот тут дорога. Нам еще подарили в комплекте к этому всему насос. Но мы хотим сделать, провести воду прям сразу же в дом. То есть у нас был просто там насос, да, они делали. А мы хотим провести прямо в дом. И, соответственно, от дома отвод тоже. Ну, это пока в ближайших планах, соответственно, сделать. Переделать электрику. Вот. Провести, вывести, соответственно, воду, да. Вот. Это самое первоочередное, да. Ну, и кое-что тут докупить. Я думаю, Катя потом дальше скажет. Сам дом обшив сайдингом. Окна деревянные. Тут вот есть такая пристройка баллана для газового баллона. Но газовым баллоном пользоваться мы не планируем. Потом я ее покрашу. Какой-нибудь цвет. Такой же вот как дом серенький. Ну, и будет какой-нибудь хозинвентарь также храниться в этом сарайчике. Такие вот окна. Достаточно большие. Тут дорожка, плитка сделана. Трубы. Это отвод воды. Все вот так вот проведено. Вот такой вот вход. Калитка. Ну, и забор рабица. Это, наверное, будем все переделывать. Нам надо сделать въезд для машины. Еще даже пока не придумали, где будет въезд. Надо вот тут вот с растениями разобраться, что покосить. Какие-то кусты тут плодовые. Их надо будет пересаживать отсюда. Потому что, если будет въезд для машины, надо будет кусты пересадить в другую сторону. Вот. Такой вот, значит, идет вход. Тут еще от хозяев остались какие-то растения, саженцы. Непонятно, что тут. Надо разбираться. Тут тоже различные растения. Вон декоративные фигурки идут. Большинство, конечно, все-таки тут надо покосить. Вот там вот какие-то грядки или цветники обделаны. Дальше такой вот стол. Не знаем еще, что тут будем делать. Может быть, тут на весе какой-то сделаем. Может, по-другому все переделаем. Еще не придумали. То есть, что будет тут. Ну, собственно, там вот тоже водоотвод. И стоит ванна. В нее набирается вода. Тоже там потом посмотрим, что с этим совсем делать. Вот, может быть, въезд для машины сделаем вот сюда вот. То есть, будет откуда-нибудь вот отсюда с угла въезд. И вот так вот две машины вдоль сюда будут входить спокойно. То есть, тут такое место, что, собственно, особо им пользоваться за домом нечем. Но машины тут вполне можно устроить, обустроить стоянку. Как вы думаете, пишите в комментариях. Ну, либо делать вот там вот. Но там все-таки больше, как бы, такое пространство свободное. Там можно что-то строить. Мне кажется, все-таки машины будут тут лучше вставать и никому не мешаться. Ну, опять же, это все рассматривается. Это вход в дом. Тут крылечко. Ну, вот он может потом сделаем побольше крылечко. Либо это покрасим. Ну, тоже, может быть, придумаем. Может быть, вытянем, сделаем с перилами там. Это уже все индивидуально делается. Ну, что, добро пожаловать в гости. Пойдем посмотрим. Тут у нас идет небольшой предбанничек. Такой он где-то полтора на два метра. Опять же, окна шторки. Шторки потом поменяем в другие. Тут, вон, хранится можно всякие там штучки для мангала. Обувницы. Тут даже от хозяев остались какие-то семена. Потом переберу. Удобрения, может, даже пригодятся. Тут вот заборчики какие-то. Тоже для грядок. Вот такое. Такие вот висят корзинки для всяких инструментов. Но, я думаю, вот это все я покрашу. Я даже уже купила белую краску. Я думаю, сделаю это белой краской. Также вот по двери обновлю краску на двери. Ну, и сделаю все беленьким. Вот это вот, то есть, в один цвет. Потому что тут дверь зеленая. Это синие, это белое. В общем, это требует все обновления. Я думаю, белым цветом все это покрашу. Будет чистенько, светло и аккуратно. Так, дальше смотрим. Идет вот такая вот дверь. А, кстати, тут вешалка. Как бы в прихожке. Так, идет вот такой вот коридорчик. Это уличный умывальник. Его занесли пока сюда. Потом мы вынесем его на улицу. Вот. Тут идет тоже коридор, прихожая. Темно. Свет тут, правда, не приведен еще. То есть, свет в доме есть, но здесь его нету. Поэтому так достаточно темно. Потом, я думаю, мы тут организуем какой-нибудь небольшой светильничек. Ну, а чтобы вам было лучше видно, я так немножечко с телефоном подсвечу. Зеркальце, прихожая. Ну, я думаю, тоже тут половину обновим. Мебели какую-то. Половину вот такой вот старой советской выкинем. То есть, тут вот какие-то картинки. Все это уберется. Не знаю, внутри, может быть, тоже буду стены красить. А может быть, просто лаком покрою. Как вы думаете, стоит покрасить, чтобы все вот это вот было в один тон краской? Или оставить деревянные, покрасить только двери, а деревянные просто покрыть свежим лаком? Тут у нас идет, как бы, кухня-комната. Ну, вообще, тут до нас не было разделений на кухню и комнаты. Сейчас супруг свет включит. Вот, тут не было разделений на кухню и комнаты. Как бы тут половина от кухни в одной, половина в другой. Но, как бы, меня это не устраивает. Я хочу отдельно сделать кухню, отдельно комнату. Поэтому будем все переделывать. Ну, естественно, старую мебель будем выбрасывать. Тут вот идут советские шкафы. Это все будет вывозиться отсюда. Единственное, что, может, вот какие-нибудь такие вот полочки оставлю, перекрашу их. Тоже какой-нибудь белой краской или какой-нибудь интересненький. И где-нибудь тоже помешу. Хотя можно использовать его как на дрова. Вполне себе тоже. Но тут лак. Так, дальше что тут? Небольшие карнизы, шторки. Ну, шторки я тоже потом заменю на свои. Идет кресло. Это все постельное белье будет отсюда выкидываться. Но эти хозяева ничего не вывозили. То есть продали дачу так, как есть. Поэтому уже ремонтом все мы будем заниматься сами. Тут провода. Посмотрели, что-то уже можно будет тут использовать на электрику. Тут есть хорошие мотки. Какие-то вот эти обрезки тоже потом выкинем. Тут идет печка-буржуйка. Она рабочая. И даже плиткой все обложено. В принципе, ее пока что обновлять не планирую. Тут все хорошо. Плиточка сделана. Единственное, что может быть, там, вот это вот заново как-то обернуть чем-то. Чтобы было посимпатичнее. Тут еще стоит внешняя труба сверху. Декоративная. То есть там уже есть труба. Вот это, как нам сказали, накладка сверху. Ну, будем ставить или нет, пока не знаю. Пока стоит здесь. Холодильник старый выкидываем. Уже даже нашли, кто заберет. Сказали, что заберут это все. Тут полки. Их тоже уберем. Есть вот такой вот рукомойничек. Он практически новый. Его планирую оставить. Он в хорошем состоянии. В отличном, я бы сказал. Горячая вода здесь есть. Она обогревается. Такой идет принцип. Ну, это чисто дачный. Заливается сюда вода. Вот мы тут уже, чтобы руки помыть, залили. Дальше это все включается в розетку. И тут пока что у нас идет переходник. Но когда розетки уже разведем, так как нам удобно. Потому что сейчас туда не дотягивается. Тут только вот там розетки. Когда разведем, уже нормально будет включаться это в розеточку. Тут нагревается вода. И, в общем-то, можно мыть руки, посуду. И сливается это все внизу в ведро. Пока что. Пока что, да. Слив, может быть, мы сделаем потом другой. Не знаю, как насчет раковины. То есть подвод воды сюда. Может быть, врежем сюда какой-нибудь краник, да. Чтобы туда вода подливалась. И тут уже нагревалась. В общем, ну, это тоже все продумаем. Пока что вот так. Это все старую посуду тоже надо выкидывать. Это все хозяйское. В общем, будет все убираться. Ну, и еще одна комната. Тут вот мы уже планируем сделать большую комнату. Сейчас тут стоит вот такая вот кушеточка. Естественно, тоже ее выкинем. Поставим нормальный свой диван. Дверь мы перекрашиваем. Но двери, я думаю, менять пока не будем. Временно. Там уже, когда обживемся, посмотрим. Но тут просто покрасим дверь. Может быть, вот сюда вот откосик. Так же вот сделаем. Собственно, тут мусорное ведро. Вода. Есть обогреватель. Сейчас он у нас включен, потому что похолодало. Мы тут с дочкой, она сейчас спит в коляске, вот включили, чтобы было тепло. Это наша сумка. Да, обогреватель тут был. Это наша сумка. Мы привезли с собой еды покушать. Тут дальше стоит кухонный стол. Его мы тоже будем убирать. Он тут не нужен в комнате совершенно. Вот. Всю вот эту посуду убирать. Вот этот старый сервант тоже уберем. Собственно, поставим, я думаю, тут в этой комнате пару диванов. Какой-нибудь столик. Ну, и повесим полочек. Я думаю, больше, в принципе, никакие вот эти шкафы тут не нужны. Достаточно будет пара спальных мест, небольшого столика и полки там какие-нибудь декоративные, что-то типа того. Будет просторно, светло. Тут большие окна. Повесим другие шторы какие-нибудь однотонные. Может быть, даже рулонные шторы или какие-нибудь что-то типа жалюзей декоративных. Сейчас есть очень много красивых и тканевых разных. Сделаем, чтобы можно было открывать, закрывать это все. В общем, вот такие вот дела. Тут плита ее тоже отдаем, газовая. Мы будем пользоваться такими вот вариантами. Одна тут маленькая была, плиточка на одну комфорку. Может быть, купим себе такую же на две комфорки, чтобы было побольше. Ну и, собственно, тут стол. Мы тут уже обедали. У нас сейчас гости вместе с нами приехали на первый просмотр. Поэтому тут так у нас чай, фрукты, бутерброды. Но немного грязненько. Ну, собственно, сидим просто кушаем. Ну, собственно, пишите, как вам наше новое приобретение. Можете давать какие-то советы. Как бы вы сделали, что можно тут придумать интересного. Может быть, какие-то дизайнерские решения. Может быть, какие-то советы дадите по посадке, по грядкам. Это все у нас впереди. И на этом у нас все. Всем пока-пока. До встречи. Ждем ваших комментариев. Ставьте лайки. Увидимся.